Опа! 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 Эта маршрутка привезла нас с автовокзала Керчи. Так начинается вот наша экспедиция. Мы наконец оканчиваем наш путь. Мы ехали долго на поездах, автобусах, наконец-то на маршрутке. И вот теперь нам предстоит идти пешком. Все, маршрутку уезжаем, и мы остаемся в голом поле. Вот он, Степной Крым. Здесь скакали орды кемерийцев, и здесь, на единственной горе Апук, где-то находился Кемерик, столица кемерийцев. Наша задача разыскать эту столицу, наша задача понять, что здесь происходило. Наша задача изучить феномены, которые есть на этой горе. Наша задача раскрыть тайны древней цивилизации, которая пользовалась технологиями, которые на сегодня отсутствуют в арсенале современной цивилизации. Как мы это будем делать? Мы идем к морю, вот оно море. Здесь этот песок топтали тысячи лет. И орды кочевников, и греки, и тавры, и кемерийцы, и готы, и турки, и кто угодно. И фашисты были в этих местах. И вот мы пришли на эту землю, чтобы понять ее древность. Холодное море, это весна. Хочется искупаться, хочется, но, увы. Потому что море холодное, и туриста здесь пока еще нет, в этом далеком пустом месте. Мы радуемся жизни, просто вот восхищаемся, потому что мы наконец начали свое движение, свой путь к неизвестному и тайному этой земле. Так берегом моря мы и двинулись к этой горе, вообще говоря, не зная, что нас встретит. И вот пришли вот в такую тундру. Берег моря Черного. А впечатление такое, будто мы где-то на Баренцевом море. Скалы, трава, и никакой тебе растительности, никаких деревьев. Все очень низкое, все очень маленькое, как будто тундра. Вот это Апук. На первый взгляд, очень заунывное место и ничего не обещающее. Но оно имело свою колоссальную магическую историю. Здесь был Жреческий институт. Здесь были некие мистические тайны, которые до сих пор не раскрыты. И здесь были удивительные каменоломни, в которых выпиливали камень неизвестным нам сегодня способом. Прямо на месте. И еще здесь проблема с водой. Здесь нечего пить. Единственный родник находится в центре этой горы. И, собственно, мы и останавливаемся возле родника. Это заказник. Это территория, на которую не пропускают простых смертных. Она охраняется. Но мы здесь находимся, имеем необходимое нам разрешение, которое получены были от Института психологии Украины. Так что мы здесь находимся вполне легально. Мы приехали с официальной миссией посмотреть на те культурные феномены, которые здесь, на этой земле находятся. История ничего не знает. Археология почти ничего не раскопала и не изведала. И единственный путь понять что-то – это эвристический путь. Это путь откровения и вдохновения. Это путь высказывания истины посредством шаманизма. И поэтому я взял сюда бубен. И везде в этих тайных местах я стучал бубен. И раскрывал то, что мне приходило в это время в голову. Я не выдумывал ничего. Я просто говорил то, что мне вдруг хотелось в этот момент сказать. И сказанное могло быть совершенно разным. Главное, что это сказанное я никак в себе не сдерживал. Раз оно возникало – значит возникало. На Апуке есть российская военная база. Она наблюдает за морем, за кораблями, за берегом. И вот там проложена большая дорога через Апу. Но с другой стороны большая часть горы абсолютно не тронута и абсолютно без следов жизни. Мы вышли на поляну Тюльпана. Это чудесная поляна. И здесь я стал стучать в бубен. И стал высказывать те истины, которые мне приходили. Удивительное море. Вык elsеет. Благодарю. И они путали. Вот сюда. А там белые паруса. Белые паруса Акадер. Выбирающиеся вёстами в морскую воду. Гребилицы быстрее привезти. Хорел в святое место, и здесь за него прошали швецов. Кладясь им, как простые смертные, и швецы говорили, кому что выпало, в какой диспотии быть, а какой пасть, и кому править, а кому более не владеть миром. Сюда, в этих скал, для изречения истины, для великихствов, для божьей правды. И здесь заворачивалась первая бестерия, и здесь принимали жрецы дары, а цари принимали святой напиток, и в восхищении ума восходили на горы, и там познавали истину. Вот так было. Пути древние, люди античные, люди греческие, помогите своей земле. Народу живущему здесь мыне, и да расцветет земля, да взойдет посаженное на полях, да помучат народ, то, что завещали жрецы, а жрецы завещали добро. Эй, слава! Русское море! По русскому морю были древние корабли. Здесь ходили русские князья. Куда? До проклятой Византии. И там дарили поволоки и золото славянам за то, что они приходили и трусили, уже боялись того, что они. Мы крайне руси, делай руси вместе. Мы великой страны. Ой-ой-ой! От долины Тюльпанов мы идем местными дорогами к восточной стороне Апука. И здесь, со скал, мы созерцаем большое соленое озеро, по берегам которого живут полчища смертельно опасных каракуртов. Здесь мы созерцаем заход солнца. Где-то здесь был Кемерик, прямо на берегу моря. Древнейшее поселение античного времени. Говорят, кемерийцы пришли сюда с юга, пришли вдоль Кавказского побережья, и что это были наемники древних египтян. Собственно, в пользу того, что кемерийцы связывались с египтянами, говорят о технологии, которые мы увидели в местной пещере. Как в Египте распилены плиты удивительно тонкой и большой пилой, такой же большой и тонкой пилой были выпилены местные пещеры. Камень из которых прямо здесь обрабатывался, на нем изображался декор. И потом этот камень куда-то поступал для строительства каких-то храмов и сооружений, от которых сегодня, к сожалению, не осталось и следа. Там, у пещер, мне предстоит камлать губен и дать ответ, что это было. Здесь бессовестные бабы в теплое время намазывались маслом обнаженный, становились на ветер, и ветер им избуждал до предева. Вот какому раз брату предавались местные жрицы, местные бифии, которые числили с девственницами и никому не отдавались, но зато отдавались Борею. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот солнце село. Наступил вечер, светит полная луна, и мы быстро должны вернуться в свой лагерь, чтобы нас не захватили южные сутки, южная ночь. Мы торопимся домой. Теперь наш дом, наши палаты. Вот здесь, на берегу моря, мы искали какие-либо следы причалов или строений. Нам стало ясно, что все здесь очень подвижный берег. Здесь осыпаются скалы, движутся камни. Если здесь и были какие-либо строения, то они просто исчезли в глубине морской и были... Во-первых, опускается морской берег, во-вторых, камни, сыпящиеся с берега, они стирают и закрывают от нас все следы истории. Поэтому какие-либо исторические следы мы ищем не на берегу, а ищем на скалах опука. Например, мы проверяем, является ли вот это отверстие, ориентировано ли оно по сторонам света. Рядом есть второе отверстие. Могло ли это отверстие служить для древних магических целей? Ориентировано ли оно по сторонам света? К сожалению, мы не находим ясного ответа. Я стучу в губен и понимаю, что это отверстие в значительной степени случайно. Оно не является каким-то австрономическим объектом, а скорее всего оно точно так же привлекало внимание людей многие сотни лет, как сегодня мы к нему подошли. И вот мы наконец покидаем родник, покидаем этот центр, где живет местный лесник, охраняющий опук, и двигаемся к пещерам опука. На опуке почти нет никаких изделий. Самая горная порода, вот пещера, где жил Ахумада в прошлые годы, но мы не находим никаких обработанных камней. По-видимому, все, совершенно все они были вывезены с опуков, какие-то более значимые в последующие века места. В этой пещере, в которой живет Ахумада, мы находим распиленные древней пилой камни. Эти камни пропилены, но не вывалены из скалы. Вообще, эта пещера уникальна тем, что она отделена от тех остальных пещер, которые образуют большое единое помещение. Действительно, это, видимо, здесь жил сторож, а там была в самом деле каменоломная. Субтитры создавал DimaTorzok Осматриваем интерьер пещеры Вот он, Крымский камень Это очень прочная осадочная порода Ракушник Который десятки миллионов лет назад 30 или 60 миллионов Осел на морское дно и потом был тектоническими процессами Выброшен выбвинут вверх Вот в этом ракушнике, окаменевшем, собственно и сделаны пещеры Вот здесь все члены нашей экспедиции Ось Отош, я говорю отош Ляля снимает Правильно Ахумада, его жена Катя Олег, повернись Алеша Нет, мы не жили уже однажды Или нет Вот берем с собой паспорта Берем с собой деньги, документы Кто его знает На всякий случай Здесь никого нет И идем в пещеры Осматриваем пещеры Как видно потолок Кажется долбленым Но стены выпилены Выпилены удивительной пилой Которая оставила следы и пропилы И вот Трогая эти стены Мы рассматриваем Где же дрожание этой пилы И где в нем какие-либо выступы Изучая толщину пилы Просвечиваем фонариком Щель пропила Впиливался вот сюда вот Здесь он глубоко довольно впилился Впиливался он мгновенно И вот Трогая эти стены Мы рассматриваем Где же дрожание этой пилы И где в нем какие-либо выступы Изучая толщину пилы Просвечиваем фонариком Щель пропила Как эта пила пилила И остановилась в своей пропилке И мы видим Что толщина пилы Составляет Не более 4 мм При этом радиус пилы В отдельных местах Достигал собственно метра Это видно по целой этой стены И это удивительно И собственно внизу здесь Продолжает лежать Та самая пыль Которая осталась От этой пилы Которые были выпилены Эти вот коридоры На этих стенах Оставлены граффити 20 века Но граффити 19 или 18 века На них нет И в этом смысле Мы не можем с уверенностью сказать А когда это было сделано Археологи утверждают Что этим каменоломням 2,5 тысячи лет В это же самое время 3 тысячи лет назад В Египте Пользовались подобной пилой Для распила каменных плит Огромного размера И точно такая же пила Работает и здесь Через некоторое время На Крымском побережье Это не диск однозначно Потому что вверх Смотри Если бы это было Он бы вверх был Продолжение То есть это что-то Что-то Поздал Да Я с ним вижу Что это не совсем дискут Это нечто Вроде действительно Пилы Бензопилы По дереву Как бы То есть Изящное лезвие Какое-то Такое впечатление Причем Я не знаю Смотри Или летут Или летут А потом чем-то Вывалили Огроменный блок Вот они Вывали Да Вижу Они даже не в пользу Но нам хотелось иметь И какие-то документальные подтверждения Давности А не только Мнение Археологов И мнение Историков И вот Из граффити Мы нашли 1934 год Говорили Что кто-то находил 20-е годы Но в целом Древней граффити 17-го века Например Здесь не было нами Обнаружено Мы смотрим С горы вниз Смотрим На Ковыль По которому Бегут Волны Смотрим На то Что внизу Лежит только один Правильно распиленный Камень Он большой Огромный И распилен Правильно Только с одной стороны И больше Просто так Брошенных Распиленных Камней Правильно Здесь К сожалению Не обнаруживается Глядя сверху вниз Мы также Обнаруживаем И кромлихи Мы обнаруживаем Правильно Выложенные Круговые Круги Выложенные Камнями Белыми Среди Зеленой Кравы Это явное Святилище Это явные места Где люди Почитали Богов Вот стены Совершенно Исписанные Почему-то Именно здесь Считали Нужным Писать Латинские И славянские Буквы Но что Здесь написано Уже разобрать Практически Нельзя За давностью И главное Когда это Было сделано Совершенно Непонятно Можно лишь Сказать Что это Довольно Древние Тексты Но вот еще 1441 Это вот Текст Как вы видите Совсем Не древний Возможно Это сделали Фашисты Которые Оценили Апук Как Священное Место Как Место Магическое И Будто Кто-то Написал На Немецком Языке На стенах Земля Базут Апук Рассматривался Как Святилище И здесь Был Обнаружен Камень С Рунами С 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 Камень Хранится Нынче В музее Мисхора И я Стучал В бубен И сделал Вывод Что этот Камень Сюда Положила Аненерба Для того Чтобы Обосновать Историю Древних Германцев То есть Этот Камень Является Фальшивкой Ну а Нашедший Его Археолог Нашел Его 20 лет Назад Он Несколько Лет Назад Умер Как раз Возле Того Родника Где Мы Ночевали Назад Возле Назад Назад Мал nde Ну а Возле Мал Назад Назад Возле С Возле Н leave Bundes С С Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы в Карадаге. Вот вулкан. Древний вулкан и базальтовые столбы стоят на этом вулкане. Каждый столб, как живое существо, я пишу этюд. Вон он, Карадаг. Вот на нем стоят каменные столбы. Вот туда мы и полезем. И будем сверху свертать море. Вот на этом пути на нас лезут десятки, сотни клещей. Бегают под ногами просто тучами. Ступить некуда. Клещи, клещи просто лезут по штанам. Мы только и делаем, что их сбрасываем. Такого безобразия мы еще нигде не видали. Весна. Вся кусачья нечисть в разгаре и в ударе. А вот кажется, что очень приятно и хорошо. Однако нет. Однако нас ждет здесь всякая неприятность. И змеи, и насекомые. Вот он заповедник. Вот сюда 300 гривен. А вход в зону, куда мы пойдем, вообще никого не пускают. И в той зоне, собственно, и находятся столбы, где, как предполагает Куевда, находилось древнее святилище. Вот он, Куевда, отдыхает и осматривает древние камни. А это Вячеслав, наш проводник, который нас сюда и привел, и без которого мы бы сюда войти не смогли бы. Он показывает вот на древний камень. На горах на горизонте издревле люди видели два лика. И вот в каждую эпоху эти лики называли по-своему. То это античные боги, то это мусульманские святые, то это Маркс и Энгельс. В общем, выясняется, что все святые места каждая новая религия присваивает себе и обосновывает по-своему. Мы продолжаем подниматься на вулкан. Вот они начинаются, скалы Карадага, которые несовместимы с жизнью туриста. Здесь гибло очень много людей. Эти черные базальтовые скалы, это застывшая магма, это жерло вулкана. И здесь эти каменные спалины брали очень много кровавых жертв. Много людей срывалось вниз. Поэтому в 79-м году это место закрыли и объявили заповедником. Вон под той скалой стояла разбойничья Галера, а чуть повыше сидели наблюдатели, которые ждали одинокое торговое судно. И тогда наблюдатель свистел, а пиратская ладья выходила из-за скалы грабить запоздавшего купца. Сотрудники заповедника выложили вот эту вот лестницу, и мы спускаемся по ней в самое заповедное место Карадага. Спускаемся каменным исполинам, возле которых молились и приносили дары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху вниз мы видим так называемые золотые ворота Крыма. Их так называют, чтобы не пугать туристов. Это ворота чертовы или ворота шайтана, потому что они ведут туда, где был сущий ад. Это жерло вулкана. Собственно, само жерло опрокинуто в море. И сам вулкан, как считается, затоплен. И сами эти ворота есть не что иное, как магма, которая восходила вверх и застыла. В очень неприветливой местности мы продолжаем свой путь. Здесь нужно идти очень осторожно. Вот мы проходим вот такую интересную долину. Здесь, собственно, и стоят каменные стуканы. Удивительные формы, напоминающиеся птиц и женщин. И надо немножко воображения, чтобы понять и почувствовать. А до моря здесь 300 метров вниз. Вот они стоят прямо на краю амфитеатра. Уезда предполагает, что этот амфитеатр обвалился лишь последнее время вниз. А раньше он был более удобен для того, чтобы собрать здесь людей. Я, стучив Губина, говорю, что здесь всегда работали черные колдуны. И здесь всегда приносили в жертву животных. Но здесь не было никогда сборищ людей и не было никогда великих святилищ. Здесь всегда совершались в тишине колдовские магические обряды для очень немногих. К сожалению, мы не можем здесь задерживаться надолго, потому что это заповедная зона. А неплохо было бы и поискать возле этих истуканов, поотворачивать камни, посмотреть, не оставили ли здесь тысячу лет назад какие-либо дары. Это было бы очень интересно, это сказало бы очень о многом. Но у нас нет на это времени. Вот такой прекрасный вид на море открывается отсюда. И когда подойдешь к морю, то там вертикальные скалы. Это особо уязвимая зона заповедника. И вот здесь лежит щит, который говорит сам за себя. Вход категорически запрещен. Но мы имеем разрешение на все. И поэтому мы входим. Наша магическая, волшебно-научная экспедиция проходит самое сакральное место Карадада. Город мертвецов. Спуск вниз неприятен тем, что камушки катаются под ногами и всякий раз можно на них поскользнуться. Эти вот спуски в Крыму характерны именно тем, что приходят прийти по мелким камушкам. И это заставляет все время напрягаться. Хотя казалось бы ничего особенного. Тропа и тропа. Ляля ведет съемку, и мы видим ее тень. Вот она здесь. Входим в область полного безмолвия. Вот он, мертвый мир, где нога человеческая ступает, ну, наверное, раз в месяц. Тропа оставила незаживающий след через эту землю. Осматриваем местные камни. Внимаем и слушаем. Каждый кусочек земли говорит своим голосом. И у этих скал голос очень жесткий. Они стерегут живую плоть, кровь и жаждут. Я стучу в бубен и понимаю это. Здесь жаждут жертвы. Здесь хотят что-то взять. Здесь, в общем-то, надо остаться одному, чтобы понять это место. Группа людей, здесь большая помеха. Я знаю, что эти камни заговорят, если бы я остался здесь один и на ночь. Но, к сожалению, это невозможно. Вот я начинаю стучать, простукивать, вслушиваться. Те краткие и еле заметные мысли, которые приходят в голову. Начинается зевота, начинается легкое такое же сонное самочувствие. И на фоне этого сна возникает мысль. Она начинает читаться. И отношения этих камней, они очень тяжелые, ленивые. Они не разговаривают легкость, как опук. На опуке очень много человеческих следов, человеческих духов. А здесь говорят камни. Здесь они просто душат. Все духи принятых жертвы здесь молчат, как прикованные рабы. КОНЕЦ 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 Это жестокое место. И вот мы входим в самую уникальную его часть. В часть, собственно, жертвоприемник. Там, где жертвы принимаются. Но я несу им ни козу, ни барана, а я несу им семечки. И сухари. Ну, посмотрим, получится ли. Будет ли принят такой дар. Вот она, совершенно узкая щель и слева. Тена тоже такая же узкая, как и сама эта щель. Это удивительно, почему это еще существует и не рухнуло. Это некий каменный феномен. За этой щелью арка. Такое впечатление, что на стенах есть даже следы кирки. Впечатление, что это не совсем натуральная. Вот эта натуральная стенка, а которая сзади стена, она как будто с киркой. Ее как будто подрабатывали. А эта стена, она вся оплывшая. Вся вулканическая. Вот Ахумада стоит как раз под аркой. Вот он показывает. Вот она, арка над головой. Здесь я приношу дары горным духам. И дальше, собственно, идти некуда. Дальше здесь, это и есть последняя точка для человеческого хождения. Дальше уже можешь сам себе рассматривать как жертву, которую хотят принять скалы. Ты можешь эту глину киркой долбать, смешивать с землей, мять ногами, создавать блоки, формировать, построить тебе жилища. Только твой труд. Ничего тебе не надо. Для таких подъемных ранок ничего. Ты поставь глину, толчение в форме. Далее, в этой форме, с кем-то еще одно пешдье на стену укладываешь. То есть, ничего, жилье строится за просто так. И сколько у тебя есть желания построить тебе кухон, то потрясающе. Ну, в словах, 5 тысяч ментов холодно. Ну, зачем же? Можно и ниже поселиться. Там та же самая глина, просто часть глины поднята на 5 тысяч. И вот мы выходим уже с этого места и осматриваем копыта шайтана. Новый свет. Вот в этом заливе некогда любил купаться наш последний российский царь. Это такая уютная бухточка, в которую нельзя добраться по берегу, но в которую можно заплыть на лодке. Мы идем по заказнику. Тем не менее, в этот заказник шляются все, кому не лень. И мы идем по скалистой поверхности, по бедовым тропам. Идем к святилищу Тавров, так называемому. Тавров, это святилище, считается, что это последнее святилище матриархата, где господствовали и хозяйничали жрицы. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А некоторые из них выводят к тропам, а некоторые выводят к пропастям И уж, наверное, предлагалось людям идти по коридору, выбирать себе дорогу и выбирать себе судьбу Кто-то выбирал падение со скал, а кто-то благополучно выходил к морю Субтитры сделал DimaTorzok Вот она вершина Здесь, как я их назвал, сады отдохновения, где можно отдыхать и сверцать море И где сравнительно безопасно Дима Торзок Мы поднимаемся к древнему святилищу На вершине горы караул Аба Караул горы Находится купель и вход Внутрь лона земли В этой купели мы, собственно, и расположимся и будем ночевать Следы человека здесь таковы, что человек лишь подправлял рельеф и подправлял недостатки гор А самостоятельных строений здесь, видимо, не было Вот она, купель Вот это самое святое место горного ландшафта И здесь есть вход в лоно земли В которое я пытался пролезть Но мне не удалось этого сделать Мы спускаемся к восточному входу в святилище Древние ступени совершенно рассыпались И уже нужно некоторое напряжение сознания Чтобы признать в этих ступенях Некогда ступени святилища Тысячи лет назад люди не были привязаны К прямоугольным формам Как мы сегодня И этот сложный рельеф Воспринимался ими как среда обитания А не как некие дикие горы Вот снова ступени Это удивительная скала На которой есть следы По-видимому лазера Которым наделано множество полос И много прорезов Вот мы поднимаемся по еще одной лестнице И подходим к винтовому спуску вниз Он очень опасен Здесь очень легко сорваться Нет никаких креплений Просто шаг в сторону И падение с 15 метровой высоты Поэтому движение вниз будет очень сложным Вот начало спуска Очень медленно и осторожно Мы спускаемся вниз Вот такие карстовые трещины Здесь повсюду Это тоже древние ступени Они сегодня вот настолько изношены Но когда-то очевидно Они выглядели более упорядоченно То, что эта лестница Разумеется, нет никакого сомнения Ни у кого Куда вела вот эта дорога Влево Никто не знает, что это такое Засними эту дырку еще раз Мы увидим, что все эти дырки Одного диаметра и одной формы Одним инструментом сделанные Инструмент, который долбит эту стену Это не простой инструмент Это тот самый египетский инструмент Который в базарте делает круглые дырки Их 7 штук И они все одинаковые По размеру и по внутренней фактуре Слева при входе на лестницу Мы видим скалу Которая осыпалась И которая была запечена Какими-то техническими средствами Мы видим, что фактура скалы Совершенно отличается от фактуры Скал в другом месте Это луга Находится внизу святилища Мы обходим святилище кругом А само святилище Находится на горе Скалы неприступны КОНЕЦ Я стучу в бубену входа В лона Матери Земли Я разговариваю с духами И с душами жриц Которые прошли через Эта лона Всякий, кто Был способен спуститься вниз И вылезти Перерождался И становился Новым человеком Его судьба Изменялась Моя попытка Влезть в это лона Не увенчалась успехом Щель Слишком узка Однако Почему-то считалось Что каждый человек При уж очень Особым желании Может все-таки Проникнуть вниз Это доминирующая Скалистая вершина Которая выше горы Караулаба Светилище ниже Самой высокой местной горы Вот это собственно И есть Сады отдохновения Находящиеся рядом С купелью И рядом с материнским лоном Здесь можно было отдохнуть И спрятаться от врагов Вот долгожданный родник Потому что наконец Можно напиться воды И пить ее Сколько влезет Крыму очень трудно Очень тяжело с водой И в этом прекрасном роднике Мы Помылись Ну Боги нас простят Что ж тут делаешь Турист Страдает Давай Вот он наш перевал Это перевал Малые ворота От этого перевала В сторону моря на юг Ведет Дорога Таврова Она доходит до перевала И исчезает Мы предположили Что по этой дороге В любой момент Могли быть доставлены Всадники Для того Чтобы защитить Перевал От кочевых Орд Вот здесь Располагался Некий древний Полис У берега моря А вон там Удивительным образом Растут деревья Может быть Они высажены А может быть Стали расти сами Вот такими Концентрическими Кругами По Крыму Идет много туристов Потому что Это уже Первое мая Здесь Внизу Есть маленький Родничок Пройдя Большие ворота Мы пододнялись На кораби Яйла На Карстовую Карстовое Плоскогорье Это Уникальное Место Крыма Где Как считается Еще живут Духи И здесь Я стучал В бубен Разговаривали С духами И нашли Пещеры В подземные Входы Эти пещеры Колоссальные Воджи Воджи Сухи Далее Черное море мы на высоте километра. Здесь еще кое-где лежит снег, хотя уже маленький. Это место тоже страдает без воды, здесь тоже нет родников. Тем не менее, буди к нам милостивы. Мы находим снег и воды у нас с избытком. И находим очень жесткий кустарник. Вот он, снег, лежит на плаще. Нашлось очень удобное место для костра. Вот висят котелки, топится снег, талая вода. Наша стоянка. Для туриста всякая стоянка, это всегда маленькая радость. Это вдохновение тяжелого пути. Солнце заходит. И вот утро. Облака с моря плывут и брюхами телятся и скребутся по кораби Яйла. Туман наступает. Бывает так, что не видно ничего. Вот они, облака идут. Мы просим богов и духов убрать эти облака, потому что мы пришли посмотреть на кораби. И, собственно, облака расходятся. И вот мы находим, идем по Азимуту и находим первую пещеру, самую главную, самую большую. Удивительное ощущение. Посетивший нас вчера дух, который и затушил наш костер и, собственно, велел нам ложиться спать, он имеет размер как раз эту пещеру. И здесь-то он и живет. Это удивительно грандиозное явление. Внутри спелеологи спустили веревки вниз и изучают пещеру. Ахумата, конечно, не страшно, но мы просто, если бы мы лезли в течение двух часов, все было бы хорошо. А мы шли, катились по ровной поверхности весело и резво. Внизу ведет вот только вот эта лестница и только эти веревки. Удивительная щель Трудно поверить, что она случайная Возможно и эта пещера Выголбленная, отполирована людьми И здесь кто-то жил Уж очень она удобна Трудно поверить в то, что она Появилась Как явление природы Здесь мы тоже Осматриваем пещеру И понимаем, что она нас не принимает Это на сотни метров Обрывающаяся вниз щель Среди равнины Просто пропасть вниз Внизу голоса Какие-то туристы Там где-то лазят Метров 20-30 ниже И жизнь тоже в веревках Которые они закрепили здесь За Какие-то уже винченные Шлямбуры И мы понимаем, что нам тут Собственно нечего делать Даже заглянуть вниз В бездну И то составляет сложность Потому что можно туда поехать Заглянув Очень крутая пещера Маркировать вообще Маркировка вообще Думаю, здесь хорошо посидеть А вот здесь люди приехали Для того, чтобы Спутиться в простенькую пещеру Называется она сказка Оттуда Голос рёк Жертву мне Жертву Жертву крови хочу Вот так мы и слышали Чей-то голос из пещеры Какого-то совсем Помешавшегося туриста Нет, ты Внутрь снимать смысла нет Ты снимай снаружи Как-то сама дыра организована Вот это сюда как можно Ничего дыр Спасибо Спасибо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Которая была открыта в 1981 году Видимо, если постараться, то можно открыть и свою собственную щель на этом плате Потому что идешь по ровной поверхности Идешь по каким-то ямам и холмам А ведь где-то подымешь дерн И там вниз развернется трещина сотни метров И ты будешь ее открывателем, собственно, этой трещины Копайся, ищи, спускайся, описывай Так вот и стоит плата кораби И содержит в себе некие тайны Которые нам раскрыть, разумеется, до конца не удалось Шаманили мы немало Я хумада шаманил Я стучал в бубен Чтобы раскрылись мне Голоса истины этого места Но не так много и раскрылось Дух водил нас, показывал Но особенно много не говорил А водил хорошо И главное точно На следующее утро мы вышли к снежнику Толстый снежник, прекрасного снега Удивительно Здесь цветут весенние цветы Лежит чья-то кость И вот он снег Жара Жарко, душно И снег Как в настоящих горах На видео, а у тебя аппарата мало Ничего Снимай тогда на видео Давай поиграть в снежки Давай в снежки поиграем Мы спустились Вот оно кораби Снизу вверх Мы спустились вниз С этого высокогорья Идем к водопаду На водопаде Джур-Джур Нас требуют баснословные деньги Лесники Дескать, они тут оборудовали территорию И надо платить по 25 гривен Человека За то, что здесь Этой дорогой проходит Но лесники Дежурят только до 8 вечера И не могут полезть Замка на вход Поэтому после 8 вечера Мы приходим к водопаду И собственно Можем на него посмотреть Бесплатно Продолжение следует... Серьезный водопад, водопады с большой силой. Для Крымских гор это водопад очень серьезный, а вот и табличка. Вот в Крыму есть снежный человек, и нам удалось его заснять. Вот он лезет, холодный водопад, и струй лупит его по голове и по телу. Но снежному человеку все равно, он здесь живет. Он дик, и только такие удары воспринимает в своем теле. Но даже и снежному человеку надо искупаться и вымаскиваться. Видать, вся природа в нашем мире один. Вот нынче снежные люди носят очки. Вот так мы насекли в Крыму снежного человека. Идя по тяжелому маршруту, вот так постучать в бубен на горе, такое облегчение. И так становится хорошо, и так силы приходят. И так радостно, спокойно. Удивительно просто. Главное, много-то и стучать не надо. Постучишь минутку-другую, и уже вошел в форму, и уже жизни радуешься. Просто вот обратился к духам, просто порадовался, просто постучал. И жить хорошо, и жизнь хороша. Очень помогает в пути. Что-то Катя хочет поймать. Ведь у нее дед-то шаман. Ведь уж ей сами боги велели в бубен стучать. И вот она все ловит, все хочет поймать. Получается или не получается? Видимо, что-то еще не поймала. Они ведь в Перу относятся к духам очень серьезно, к большим трепетам, не так, как мы вовсе. Чего-то все-таки поймала и нашла. Вот еще один маленький водопадик, очень суровый и негостеприимный. Среди острых скал и не такой приветливый, как Джу-Джу. Это чья-то баня? Оставленное. Кто-то здесь мылся, кто-то парился. Место, конечно, очень привлекательное, очень такое вид доброжелательное, но и очень коварное, очень скользкое и с острыми камнями. Кажется, что легко, а на самом деле и не очень. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот этот водопад действительно очень простой и очень гостеприимный. Вот его каскад. Вот так каскадами падает вода сверху вниз. И по всему этому каскаду можно пройти. Надо сказать, что в Крыму очень чисто и никто ничего не бросает. Люди понимают, что если они бросят что-либо, то поднять это будет некому. Поэтому крымские горы чистые. Люди заботятся о тех горах, по которым ходят. У нас бы так заботились люди о собственных городах, о собственных улицах, о собственном лесу, куда они приходят провести время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Это поверхность горы Южной Демерджи. Сюда проложили дорогу и теперь, к сожалению, ездят на машинах. Место это очень интересное, но, увы, очень людное. Находится рядом с Салушкой. Я много здесь стучал в губен. И в то же время место это казалось неразговорчивым, пожалуй, даже обиженным. Оно чем-то напоминало Коррадак. Здесь мало духов, людей, но здесь духи камней, которые не разговаривают так просто. Вот там вдали Медведь-гора, на берегу моря. Второе аномальное место Крыма. Вот мы двигаемся к уникальным скалам Южной Демерджи. Здесь масса зевак, велосипедистов, автомобилей. Здесь масса вещанных знаков. Представители разной религии оставили здесь свои следы. Я здесь тоже постучал в губен. Вот мы поднимаемся на вершину Демерджи, и с нее идет съемка вниз на море и на Алушту, на ближайшие камни. До этих камней не всегда легко добраться. Есть некоторая степень риска. Вот человек лезет наверх, на самую-самую вершину. А, вот прыгнула Куманда. Тоже не совсем понятные щели. Может быть, это результат обработки человеком. Уж очень красивая грань. Не так все просто и здесь. Вот вид на море с самой вершины. Вот там вдали Алушта находится. И Медведь-гора, где тоже, говорят регулярно, видят летающие тарелки. Как и на мысе Меганом. Возле Нового Света. Удивительная каменная гора. Удивительная выветренная порода, напоминающая птицу. Они все живые. Все эти персты на кого-то похожи. Мы, собственно, спускаемся к долине привидений. Вот перед нами первое чудовищное привидение с огромным пузом. Я когда встречаю... Для меня это очень болезненный момент, когда я спускаюсь в горы, встречаюсь в таких местах переходных, с такими людьми. Они все щенки, понимаешь? Ты в горах настолько обрел такую мощь, что они все перед тобой щенки. Проект месяц, прежде чем когда их запустишься. Им приходится давать фору очень часто. С этим людям, понимаешь? Фактура камня. Это спрессованный мелкий камень, скрепленный ракушником. Это следы морского дна, вероятно, перемешанные с вулканическими столбами. Камень не терпит суеты. Камень не терпит спешки. С камнем нужно долго разговаривать. В него нужно вслушиваться. Иначе он не станет говорить с человеком. Человек слишком поспешен для того, чтобы говорить с камнем. Мы находим, однако, артизианскую скважину, набираем много воды, останавливаемся здесь, перед нею. И здесь у нас хорошая стоянка. Мы заканчиваем наше горное путешествие. Вот здесь мы в последний раз стоим в горах. Вот этот бак таскался с нами весь горный маршрут. И сейчас он снова налит водой. Снова лагерь. Все разбросано. Лагерь, лагерь, отдых. Наконец мы прошли горный маршрут. Мы отдыхаем, мы расслабляемся. Я пишу этюд. Написал несколько этюдов, и они сейчас помогают мне работать. Нужно писать в горах. Тогда можно все сделать уверенно и бодро. А без этих этюдов, без этого перевода краски и художественных материалов, не получается потом писать крыль.